Слово для нашего драгоценного брата, проповедника, Александра Питкова. Давайте поприветствуем. Приветствую всех, любовь Иисуса Христа. Особо не буду представляться, вы мне практически все знаете. И сегодня интересны были свидетельства, но это очень хороший уровень, духовно свидетельство, когда Бог участва в наших каких-то личных жизненных проблемах, совершает чудеса, для кого-то может быть это случайности, а для нас это закономерности, и это подтверждено то, что мы дети Божьи, и Бог заботится о нас. Но более есть большее свидетельство, что мы есть дети Божьи, ибо Дух Божий свидетельствует нашему Духу, не на душата, не на тялото, а на нашу Духу, что мы есть дети Божьи. Амин. И очень важно, чтобы мы это осознавали. И много важно, чтобы мы осознавали. И вот эти территории души и Духа четко различали. И я хотел вас повести именно на территорию Духа. И искам да ви заведел на территорията на Духа. Туда только можете войти, на эту территорию. На тази территория можете да влезе. Как Иисус сказал, как то Иисус сказал, что его царство не от мира сего, где плоть нисколько не пользует, только Дух животворит, само Духа животвори. Нужно родиться от Духа Божьего. Трябва да се родим от Божия Дух. Эта метаморфоза должна произойти в каждом верующем в Иисуса Христа. У нас есть тело, внешняя часть, очень уникальная, всем оснащенная, чтобы функционировать хорошо. Она хочет пить, кушать и пить. И мы ее унитвряем. И не задоволявам от этих потребностей. И Бог дал нам вкусовые качества, чтобы она была приятна, эта пища. И Бог не дадит такого вкусового качества, мы тело наше греем, чтобы не было приятно, доедемся, что с топливами тяутуси, обличаемся, чтобы мы выглядели хорошо, перед друг другом, пред один друг. Вы доволен своей внешностью? Я думаю, кто-то не очень, да? Мисля, че някой не. А когда сильно он уже доволен или он достаточно, так скажем, хорошо выглядит, а когда человек изглежда добре и доволен на това, как он думает, что это и есть самое хорошее, то, что в мне есть. И может, мисля, что это самое доброе, которое има в него. И не говорит мне, что я вот, где-то даже кого-то лучше. И не может, что я подобрал в нечто. Это наша ветхая плоть нам говорит, това не казва наша старая природа, душа-то не. И этим мы мерим порой все. И по нему измерим все, как у нас со стова. У нас есть эта душа, где есть интеллект, ум, чувства, то есть эмоции и воля. Это, когда мы же имеем желание, ну и принимаем какие-то решения. И взимаем некое решение. Это как бы говорит о нашей душе. Това говорит за наша душа. И есть дух. И има дух. Человечески дух. Человеческият дух. Где уже как бы не очень все понятно. Не все ясно. Не всичко е ясно. Дух состоит из интуиции, особой чувствительности, духовно умиру. Невидимому миру. Невидим свят. Совест. Морально-нравственные мирила. Морально-нравственные измерители. И характер, где формируется наш характер. И очень важно понимать, что, чтобы войти в Царствие Божие, нужно родиться. Трябва да се родим свыше. И это производит в нас Дух Святой. И на эту территорию невозможно войти без его водительства, именно его непосредственного присутствия. Хорошо. Я немножко так вот разложил это, чтобы было понятно. Поэтому я хотел сейчас помолиться. Господь, мы благодарны Тебе. то, что Ты нас спас от смерти ада. Ты решил наши жизненные проблемы, когда мы в них погибали. Ты нас искупил, просил все наши грехи и вел Царство Сына Твоего. Вечное Царство. Посредством возрождения нашего Духа. И дал нам обетование вечное. Ибо всякий верующий в Сына Божьего на суд Божий не приходит. Он перешел от смерти в жизнь. И пусть сегодня Дух Святой, Дух на премудрости и откровения, Дух истины нас утвердит в этом обетовании, что мы во Христе Иисусе новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Дай мне мудрости, Господь. Руководи моим Духом. И пусть моя Душа даже будь во власти Духа Святого. Мое тело, мои уста, твоими устами. И пусть твое живое слово просветит очи сердца нашего, чтобы нам не ходить неведение на ощупь, а ходить верою, Божьей верою, которую ты нам дал. И пусть это прославит еще больше Иисуса Христа, который живет в нас. Семя, живет в нас. Все предают твои святые руки во имя Иисуса Христа. Амин. Мне трудно говорить с проповедом с переводом. Когда я попадаю в движение Духа Святой, я очень быстро двигаюсь. Я даже если не буду останавливаться, ты начинаешь переводить и я остановлюсь. Хорошо. Итак, я хотел бы, чтобы мы открыли священное Писание. Что утворим священное Писание? Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. Четвертая глава. Четвертая глава. Одиннадцатый. Единайский. Стих. Стих. И далее. И назадок. Так. Сейчас открою свою Библию. У вас есть Библия? У нас еще высвечивается хорошо на болгарском. Итак, с один стиха. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божьего. А тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Итернатский стих. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Это он несколько укоряет своих учеников. Иисус духовные истины излагал вот таким языком, приводя какие-то притчи. Жизненные ситуации, чтобы мы каким-то образом поняли духовный смысл, который он хочет донести до каждого из нас. И в этом случае он коряет учеников, которые ходили с ним. И второе место Писания, также оно Евангелие от Матфея, 13 глава, об одном и том же. Но есть несколько разницы в этом. Бачим разлика. 13 глава с 11 стиха также. 13 глава от 11 стих. Он сказал им в ответ, для того, чтобы вам дано, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Здесь несколько другой депритации Иисус говорит, во-первых, Он говорит о Царстве Небесном, и говорит о том, что вам дано знать тайны, а им не дано. а те не знают. Если в том первом случае Он говорит, что притчами Он говорит для всех, в отдельности для своих учеников, только для учеников своих, он раскрывает и открывает какие-то духовные истины через эти притчи, в отношении Царствия Божьего, в отношении Царства Небесного, здесь Он говорит, что им не дано, а вам дано. И здесь серьезная дилемма происходит, что те, которые могут знать тайны Царствия Божьего, может не дано им быть знать тайны Царства Небесного. Че тези, които могут знать за Божьего Царства могут знать за Небесное Царство. Това е территория души. И Царствие Божье вообще-то здесь на земле она для души понятна. Это Божьи принципы здесь на земле, които Бог не дал для нашего человеческого общества, чтобы руководствовать им независимы. Законами мы жили достаточно успешными, благополучными, нарушая их, мы будем нести наказание за нарушение этих законов, что посеешь, что пожнешь. Иисус говорит, что внутри вас есть Царство. А где он находится? А что это? Это территория Духа. И чтобы в это Царство пришел Царь, чтобы это Царство стало принадлежать Богу. И когда мы верим в Иисуса Христа, услышав Слово Божье, живое Слово Божье, Словом откровение, как Писание говорит, что трябва да попадет в твое сердце. И даже попадет в глава твоя разум, трябва да пропадет долу. И това е най-голям путь между сердцем и нашим умом. Но тем не менее, когда туда попадает, и тогда вот там это царство, оно тогда наполняется истиной. И человек, родившийся от Духа Божьего, это истинный есть Дитё Божье. И Библия называет, что это новая природа. Новый внутренний человек. А вот душа и тело это старая природа. И Библия говорит, что она распята в Иисусе Христе на кресте. Что это значит? Иисус умер за грехи наши. Он оправдал за нашим человечеством. Он оправдал для всего человечества. Это факт де юра. И те, которые принимают Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Вот это слово как раз-то об Иисусе Христе. Вот вера отслышания. Отслышание от Слова Божьего. Понимаете, да? Разбиратели. Это слово это живое семя. Подобно как мужское семя попадает женское чрево и там зарождается новая жизнь. Нечто подобное духовно так должно произойти с каждым человеком верующим в Иисуса Христа. И Писание говорит, что Бог восхотев зачал нас посредством Слова Божьего. Именно как говорится зачал это похоже как физиологически происходит процесс. Написание говорит, от плоти рождается плоть. А от духа се ражда духа. Это очень важно понимать. И поэтому когда у нас зарождается новая жизнь, вот это Царствие Божие внутри нас. и Дух Божий начинает заботиться о нашем внутреннем человеке, чтобы его кормить. Есть пища, я как сказал, для тела, пища для души, это общение с друг другом, это можно назвать пища для души, искусство, творчество, все, чем мы занимаемся, чем у нас есть стремление быть самодостаточными, реализованными, это все территории души. Но территория духа носит совсем другим. И когда в нас это происходит метаморфоза, тело у нас тоже самое остается. Душа тоже остается. Но Бог иногда чуть-чуть подкорректирует изцеление тела. И должно быть именно изменение нашей души. трябва да се случват и променят в нашата душа. Но самое главное возрастание нашего духа. И Библия говорит, что именно состояние как маленький ребенок. Он состоит первое, как младенец, потом он подросток, потом юноша, и отец, и вече става отец, башта, духовно зрялость. И очень важно, когда человек рождается свише. Другими словами, он рождается в духовный мир. И вас еще никого не потерял? Если мы в этот мир материальный пришли посредством физического рождения, и все наследовали от первого Адама, через своего родителей, то когда мы рождаем в Царствие Божие, наш дух носит духовную генетику от того, которого мы родились. Знаете от кого? От Исуса Христос. От Неговата совершена човешка природа. Медики може скажат, че това е невероятно. нас к этому подводят. И Господь уже не работает со старой природой, он вообще не распял на крестик. Хочу, чтобы мы четкий водоразил для себя понимание поставили. Он дает нам новую природу, чтобы вошли в Царствие Божие, которое в тебе и во мне. А как ты будешь в этом Царстве Божьем теперь уже двигаться? Это уже лично от тебя зависит. Потому что рождение свыше это прерогатива Духа Святого. Там тоже есть свои условия, я не буду оговаривать их, но тем не менее. Почему это все так детально объясняю? Потому что к сожалению, как статистика говорит, и как мой опыт тоже как пастора, 25 лет я как пастор и пископ. И я сам рожденный свыше, с детства я верующий, в христианской и еванской семье родился. Но моя вся жизнь протекла молодость, как тот блудный сын. Но на младение бях като блуден сын от причата. Я просто говорю пример для чего. То, что только когда Бог меня призвал, после всех моих выгрутасов, так скажем, мне никто не проповедовал. Никто не уговаривал. Никто не ме карал. Но с детства я был зачат. От действото бях заченал, живым Словом Божьим. У меня никогда не было атеистического мировоззрения. Я всегда знал, что Бог есть. Я в детстве видел чудеса. Но когда я родился свыше, мне было 30 лет. И то, через какое-то время, я начал сознавать действительно со мной не просто так что я перестал грехи какие-то делать. започнах да осознавам, че спрях да правя някои грехове. Започнах да разбирам някои неща по-дълбоко. Стал очень сильно любить Бога. Започнах силно да обичам Бог. Иисуса Христа. Начал сознавать, что со мной действительно что-то произошло, что во может быть просто религиозным человеком. Достаточно порядочным и быть невозрожденным свыше. Може да си религиозным човек и да си порядочен, но да не си роден свыше. Потому что если только судить как бы признаки то, что он верующий, он верит в Исуса Христа. Признаки на верующий човек, той верил в Исуса Христа. бросил пить, курить, как говорится, там, не пуши, не пи алкохол, вече спрял да прави греховете. Так происходит с верующими рожденами свыше. Это все уходят. Но когда видишь, что люди многих духовных тайн не понимают, тайн царства небесного, тайн царствия Божьего душище доступны. Тайн на Божьего царства още малко са доступны за душата. И люди религиозные могут практиковать свои жизни. Или результат. Но тайны царства небесно доступны только тому, который рожден свыше. Хотя информация о царстве небесном существует в мире. информация с небесным царством существует в искаженном виде. И если когда это уже декларировано, прописано, те, которые составили какое-то представление о царстве вечном, мы его наследовали от наших отцов церкви, так можно сказать. Но тем не менее, чему это все я так говорю. Очень важно, что это для каждого из нас доступно. Не от наших естественных способностей, а это дается нам Духом Святым. Через откровение. Итак, Слово Божие. Вот. Записано Божие откровение. Это графа. Слово графа. Записано. Графа записано. И мы можем отыграть, как Иисус говорит, написано. Иисус сказано написано. Слово Логос. Живое. Но чтобы его понять, нужно чтобы оно пришло как Рема. То есть откровение. Не просто информация. И она это именно откровение. И откровение она не всегда нам понятна. И всегда можем принять ее. Почему? Потому что все таки она не может ясно подтверждена внешними признаками. Которые мы какую-то информацию принимаем. Средства на массовой информации нам дают какую-то информацию о чем-либо. мы можем это увидеть. Мы можем действительно найти, что она правильная. Но откровение Божие только Дух может воспринять. Понимаете, да? Хорошо. Я буду еще на следующем воскресенье проведать. Среди недели буду здесь. Я думаю, что у кого-то возникнет вопрос, я могу где-то объяснить некоторые вещи, которые вы первый раз слышите. Но тем не менее, я думаю, многим я напоминаю, кто-то меня смотрит через онлайн, мой язык понятен. О чем я говорю, мой язык сегурно разбираем. Другие только включивши, чтобы это понять, Дух Святой поможет. Нужно время. А кому-то нужно подзадуматься. Потому что Иисус так сказал. За что-то Иисус Христос такая В 3 главе Евангелия Тутияна. Одному из таких видных в то время религиозных лидеров, служителей при храме, это Никодим. Он фарисей был, то есть благочестивый израильтянен, потому что он еще священником был. Он и книжником был. И когда Ему Иисус сказал, тебе нужно родиться свыше от воды и духа, и он его не понял, Иисус говорит, ты же учитель Израилем. И ты этого не знаешь. Если я говорю о земном, как я буду говорить о небесном? Как вы поймете? Как вы разберете, когда говорят о небесном? Амэн. Это очень важно, дорогие мои. Хорошо. Не буду вас сильно томить на один вопрос, и здесь сразу дам ответ. Чтобы знать тайны Божьей, тайны Царствия Божьего, конечно, первое, нужно быть рожденным свыше. Второе, стать на путь ученичества. Потому что Иисус тайными своими делится с кем? С учениками. Есть кто-то вперед нас пришел в Царствие Божие. И через них мы где-то тоже получаем знание о Царстве Божьем. Слава Богу. Но очень важно, чтобы ты сам уже на каком-то переднем уровне, ты уже сам начал получать эти откровения. Амэн. Хорошо. И вернусь то, что это слово записано графа. Думата Логус и Рема. Сегодня моя более конкретна тема я хотел бы затронуть душевный и духовный уровень. Умная, разумная и благоразумная. и благоразумная. В чем же различие? Какая разлика? Умный человек, ну понятно, это интеллект у него, да? Как Библия об этом говорит. Давайте мы все-таки обратимся к Священному Писанию. Что утворим в Священном Писании? Какой у нас есть хороший пример очень умного очень разумного человека в Библии, но не очень благоразумного. той не бил много благоразумен. Как бы так сразу навскидку сказать, кто такой в Библии есть? Один такой человек, который обладал этим качеством, и другого больше не будет такого. Соломон. Соломон. Очень умный человек. Интеллект был там, наверное, зашкаливался. Сегодня было голямо IQ. он такой айтишник был бы в этой области, в других областях, в науке, познание естественных всех законов, диалектики жизни. Он мог видеть то сакральное, то, что другим недоступно. Это уникальнейший был человек. наделенный такими способностями от Бога. Давайте мы это местописание откроем. Это четвертая книга царств. Третья царств. Четвертая глава. Четвертая глава. 29 стиха. Он 29 стих. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости Египта. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ифана, израфинянина и Ямана, и Халкала, и Дарды. Это такие были люди популярные. Люди очень известные, достойные и обладающие действительно тоже неодинарным мышлением, способностями. Но всех превосходил. И вот умный человек, бывают люди умные, но они всегда не разумные. Согласитесь? Кто-то более способный. Вот среди нас есть кто-то намного меня способнее в чем-либо. Может быть, я не знаю, я с собой никого не мерю, но тем не менее мы можем в этом разниться. Кто-то более успешный, то есть он образованный и это хорошо. Это нормально. Но очень важно, чтобы было еще разумность. Возьмем, что значит разумность? Библия говорит о разумности. Разумный и неразумный человек. Чем он руководствуется? Это мудрость, другими словами. иметь мудрость, иметь знание, способность что-то понимать, получать, понимать, анализировать, как-то так. Но нужна еще мудрость применять ее. В какой-то специальности, в какой-то сфере влияния. Можно быть успешным применением это. Но все равно должна быть какая-то разумность. Насколько это правильно, своевременно, в свое время. мы должны понимать, здесь подразумевается совесть человека. Вот это разумность. Есть люди, которые даже умные, но они приспособлены. И на неразумный. Это умный. Это особые люди узкого специализации. на чем-то сосредоточились, а это для них это не является главным. Это не об этих людей. Вы слышите такое злой гений? Есть такое выражение? Злой гений. Люди остроумные. Настолько действительно они в чем-то гениальны, но он и Бог на него называет он неразумный. Этот человек неразумный. Потому что он руководит злом от злого. Эгоизма своей злой природы. И конечно мы понимаем дьявол и иногда таких людей используют. Но вот другая категория благоразумные. Другая категория благоразумные. Как так к Иисусу подходит молодой человек в трех евангелиях об этом писать. Он даже подбежал к ним. Называет учитель благой. Что мне сделать? Что войти в Царствие Небесное? В Небесное до Царства. Иисус поворачивается и говорит Иисус обръща и ему исполняет закон. Я с детства его исполняю. И пишет Иисус его заубичал. Но потом говорит все это оставь раздай бедным действительно тем которые нуждаются. следуй за мной. И он обиделся. А сегодня разве так не бывает что ли? Те которые вошли в Царствие Божие он использовал это молодой человек. Тоже молодежь использовал принципы Царствия Божьего которые установлены через закон через Тору. Он все это исполнял. Но он услышал здесь о вечной жизни. Иисус говорит тебе нужно это все оставить. Потому что ты к этому прилепился. Но тебе мешает. Но как? Я это оставлю. На оборот Иисус ты думал молодец давай со своими все что ты приобрел и сейчас ты будешь служить. Некоторым бизнесменам не понимает проблема. Бог не живет твои деньги. И това проблема с бизнесмените. Сколько сегодня есть порядочных бизнесменов которые служат Господу? Имам много бизнесменов служат на Господ. Они обеспечат духовные программы. Участвуют в боготворительности. А это еще одно средство положения себе тоже как в Царствие Божьем. здесь на земле приобрести. Я знаю, че говорю, я ебископ. Я знаю, по крайней одному непосредственно человека, который подарками он себе так сегодня вознес человек нечестиво живуще. Когда я еще учился в семинарии, как 20 лет тому назад, наш главный пастор очень мудрый, он нам смотрит и говорит, чтобы никто вас не купил. Гледайте никуда не вы купи. Научите се разбираться в людях. Чисто сердце делают и слава Богу. Принимайте, когда вам благословляете. А благословение работе на те стороны. Принимающий и дающий. Если ты не приемеш, ты его обрезаешь благословение. Принимайте, но с рассмотрением. поэтому этот молодой человек, конечно, он не был корыстолюбив, я думаю. Просто то, что он имел, оно мешало ему. Ну, это мое понимание, его душа была очень активна. понимаете? А дух не готов был. К чему это говорю? Когда мы вошли в Царствие Божие, если наша душа без попечительства верховодства или, так скажем, приоритет не господствует над душой. душа то есть дух не господствует над душой. Душа начинает господствовать. Кто меня понимает? Нередко так бывает. Силами души человек живет. Христианин живет. Вот я просто произведу пример. Я не против этого. Все должно быть на своем месте. Но я сегодня замечаю когда под видом благой вести Евангелие Христово процветание самодостаточность я не против психологически вот эти очинки просто чтобы тебе было хорошо. не не против психологии да просто чувствуешь добрее. Имаш някакые проблемы в животе мы поможем тебе подняться бизнес подняться. поможем да се в бизнес с с я понимать что те которые бизнес и други слава Богу но я говорю о крайностях которые могут быть и они есть. А что наша душа хочет? Она все это хочет. И в этом нету греха. Но человек начинает себя мерить свою духовность започва да измерит свою духовность со всичко това. А в Царстве Небесном он вообще не знает царство А за Небесное Царство ничто не знает. Его не интересует. Скоро Христос придет дорогие мои. Второе пришествие Христа. Мы живем последние дни последнего времени. Он придет за своей невестой. А кто его невеста? А кто такая церковь? Все которые мы в собрание ходим? Потенциально да. Когда мы принадлежим ходим слава Богу в духовную пищу получаем и телесно покушаем это все должно Мы получаем душевные исцеление души все это нужно не это мерится хотя оно есть и должно быть а где пишет для духа? Куда има храна с духом? Оно есть? Има я слава Богу что она есть я просто говорю что где-то ее нету но тот кто действительно рожден свыше его дух не насытит понимаете? Если наше тело все равно желудок он как бы ограничил что туда впихаешь и набывает вкусно пищу ешь ешь еще бы что-нибудь покушать и не может это не аромально называться обжорство но когда твой дух не носит господом слава Божьим хлебом истинным я расширю твое сердце амэн и знаете даже когда ты начинаешь править духовной истины у кого дух активный он все ждет он есть есть он напрямую получает откровение через того кто пропадает и тоже моментально идут духов все вошел в царствие Божье активизировался и он начинает понимать что-то открывается и учит ему все творят халлилуйя поэтому даже Павел говорит что и урод сам пробовать и спасаем мы вот я не очень красноречивый аснесон красноречив есть люди намного лучше обладают ораторскими способностями по хорошим изложениям так скажем я не упускаю истину хлеб чтобы не перейти в тавтологию и болтологию духовную демагогию вышел и не знаешь куда дальше идти сейчас дух действует откуда хорошо самое главное чтобы ваш дух был активен в слушании Духа Святого то что вам нужно вы получите кому-то я разжевываю понимаете и это нормально потому что он младенец ему молочко нужно разжевать а кто-то сам уже своими зубками кушать понимает а кто-то там где-то себе жирный кусочек где-то да с божьего стола уже себя отхватывает потому что потому что по нему пищу Бог дает за что-то Бог Бог дава такова храна извиня а что под этим подразумеваем есть добродетель и благодетель когда это молодой сказал человек Иисусу благ учитель иисус пыта за что мне говоришь благ сам Бог и благ а разве Иисус не Бог а Иисус не или Бог а почему Иисус не принял это а вот здесь тайна мусульмане когда они говорят видите Иисус это ведь человек потому что он сам отказался что он благ только Бог благ значит я не Бог я знаю что они этим манипулируют но смысл это молодой человек он не видел в нем Бога он видел в нем Мессию как человека нам это все открыто что Иисус Бог который оделся в человеческое плоть естество принял человеческое приемство том что Божественное свое существо не утратил не умолил он умолил ее на время он не использовал чтобы исполнить предназначение он человеческой природой все совершил он второй Адам сказал Господь с неба 15 глава 1 послание Коринфянам 47 стих но он увидел что он его просто смотрит как на человека только Бог благ и если бы действительно он имел вот эти уши и глаза которых Иисус говорит он увидел его когда Иисус его логически как он должен молодой человек говорить да Иисус ты Бог это тонко грань понимание этого да тънко и да разберешь това да потому что это духом только можно понять когда Иисус спросил учеников своих за кого ме почитает люди за кого ме почитате за какого пророка там похож а вы за кого ме почитаете и Пётр говорит ты сын Бога живого Иисус ему говорит не твоя открыла тебе не твоя разум и ум а отец сущий на небеса то есть откровением ты получил обо мне знание что я есть приоткрыл что Мессия который придет это сам Бог придет человеческое плоти и только единство это было доступно понять открыто было отцом небесным и поэтому кого ты видишь как ты видишь Иисуса как просто спаситель или он Бог пришел в плоти ну здесь как бы да ты соглашусь а твое отношение к нему к нему к нему когато человек той човек он снисходителен понятна он взял все наши грехи он понес на себе всю тяжесть он может понять как написано можем обратиться можем да се обърнем к нему и будем поняти им и он обрани от него и той ще ни окаже помощ а как Господу а как към Господ я скажу слушай и повинуйся слушай и ще исполнявам ты стал учеником его мы стали все на путь ученичества но когда он для тебя становится господином жизни к которому ты полно си принадлежишь что это значит какво означава това все ты спрашиваш у него переспрашиваешь у него но ты хочешь знать его волю желание а если у тебя душа активна она будет только в этой перспективе на этом уровне не просить у него я никого не потерял хотя это нужно это нужно но важнее и главнее и по-главно от това амэн и чтобы знать тайны царства небесного это действительно исключительно доступно для духа доступно и за духа и когда наш дух он в состоянии духовной зрелости определен младенец отрок тинейджер именно когда ты в отрочестве твой дух уже мысли появляться чтобы стать зрелее ты встаешь на путь ученичества а юноша в Библии это тот который победил лукавого и именно вот в этот период времени когда ты юношей становишься ты уже как писание говорит все суть сыны Божьи водимый Духом Святым суть сыны Божьи как раз это говорится именно когда человек он христианин в этом возрасте то его начинает Дух Святой водить туда ему угодно Господь сказал что Дух Святой он будет вместе с нами будет утешать укреплять помогать но есть когда он тебя влечет куда-то на свою территорию в свой интерес не понимает кого-то потерял ну значит я говорю чему это говорю как апостол кому-то еще не открыто откроется я не выкрел мистики особой какой-то знаете мистики мистика за мистика потому что некоторые душевные люди они так глаза закрыли они этим живут и это не всегда определяет их духовную зрелость хотя и такое тоже Бог использует я не против я сам мистик так можно сказать в духовных драх двигаюсь много видений я к чему это говорю потому что писание это послание к колоссиям апостол Павел что если люди которые хотят проникнуть то плотским умом духовный мир служение ангелов тому подобное это самовольное смиренно мудрие а твоя самовольное смиренно мудрие поэтому это очень важно понимать итак благоразумный человек я назвал что есть добродетельный и благодетельный вот добро мы все призваны делать милость им давать когда захотите захотелось тебе люди попросили сделай но есть когда Бог просит но има когда Бог те моля за нечто благо действие благо действие ты идешь и мысль приходит има мисъл обърнешься помаги этому человеку и имаш мисли помогни на този човек това идва изведнъж неочаквано Бог побуждает Бог те побужда то есть есть то что от нас исходит и есть то что когда Бог тебя ведет даже простых таких вот вещах вы в някаве таки вопрос нечто хорошо тема очень глубокая большая тема той глубокая и гуляма я думаю что на этом этапе я остановлюсь потому что быть умным благоразумным это круто твая яку поэтому кто наделен особым интеллектом это хорошо но самое главное чтобы быть благоразумным и быть благодетельным и вот подведя итог Соломон написано что Бог ему наделил именно великим умом обширным умом это он дал ему житейскую мудрость но он не пошел он не пошел в ту сторону чтобы получить вот это вот благоразумность и к концу своей жизни вы знаете что всем произошло и до поклонства пришло грехи и плоти много жени но тем не менее все-таки Бог нам дан нам пример для осуждения его не за осуждение а чтобы мы можем тоже когда что-то Бог нам дает такое она можно удержать в этом на этой территории и можем упустить что-то очень важное хорошо итак чтобы это все иметь быть истинным учеником Иисуса Христа да да бэдем истински ученик на Иисус Хритос 15-й значит там говорится что Бог с искренним искренне чистым чисто милосердно милосердно а слухам по лукавству поступать будьте всегда искренни будьте честны перед собою перед Богом имейте страх Господень начало мудрости и Господня страх 110 стих и завершение и 3 Матфея 6 глава 33-й до 34-й ищите прежде Царствия остальное то что ищут язычники приложатся то что приложатся амин вы что-то для себя получили отметили то что может быть я лично сказал может быть для вас пусть она останется как будто в воздухе но самое главное то что вам сегодня Бог в сердце сказал этого держитесь и Господь мира он сохранит ваши сердца амин хорошо Господь я благодарю Тебя Боже что дал мне возможность поделиться этими мыслями переживаниями которые Ты мне дал и я прошу Господь чтобы то что сегодня услышали Твои дети Твои дети оно не было похищено дьяволом потому что Писание говорит что тот кто слышит и не разумеет то приходит к Ему дьявол и ворует это семя но я верю Господь что Ты все держишь в Твоей крепкой руке и все что Ты сегодня для каждого из нас вложил в наши сердца пусть она принесет добрый плод тридцать шестьдесят и востократ стократ Аминь Аминь Будьте благословенны я не утомил вас хорошо хорошо